Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше! Всем привет! С вами Video-Shopper.ru Сегодня в нашем обзоре очень большой телефон. Настолько большой, что даже легендарный Samsung Galaxy Note 2, наверное, курит рядом с ним в стороне. Вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет о Galaxy Mega. Телефоне, который вы точно не сможете положить в карман. И сегодня мы рассмотрим его меньшую версию, оснащенную, кроме всего прочего, поддержкой двух сим-карт. Поэтому у нас в обзоре не просто Mega, а Samsung Galaxy Mega Duos. Давайте посмотрим на него поближе. Он, как и вся последняя продукция Samsung, поставляется в коробке, оформленной под дерево. Надпись на ее боку гласит, что она на 100% выполнена из переработанной бумаги с использованием соевых чернил. Так что, купив такой телефон, можно чувствовать себя защитником природы. Открываем коробку и видим сам телефон, руководство пользователя, USB кабель, зарядное устройство и наушники. Кстати, обратите внимание, что наушники, зарядник и провода выполнены в модном белом цвете. Кроме того, к наушникам полагаются дополнительные насадки. Напомним, что только в нашем магазине Video-Shopper.ru вы совершенно бесплатно получите защитную пленку, высокоскоростную карту памяти, защитный чехол, полноценную навигацию, а также множество игр и программ. Кроме того, только в нашем магазине Video-Shopper.ru, в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Сам аппарат большой, так что если вы рассчитываете пользоваться им с помощью одной руки, то зря. Хотя он и меньше, чем его 6-дюймовый брат. С его высотой и шириной можно использовать только две руки и никак иначе. А еще Galaxy Mega Duos немного толще, чем старшая модель. А вот весит девайс всего на 126 грамм меньше, чем iPad mini. Так что до планшета осталось совсем недалеко. Что же касается дизайна, то здесь все почти так же, как в последнем флагмане Самсунга. То есть дизайн практически ничем не отличается от всей линейки Galaxy. Та же кнопка блокировки справа, качелька громкости слева, одна большая кнопка по центру и две сенсорные рядом с ней. Отметить можно только заднюю крышку. Она покрыта клетчатой текстурой и на первый взгляд кажется металлической. Но это пластик, хотя и менее марки, чем у Galaxy Note 2. Включаем его. Дисплей диагональю 5,8 дюймов, хоть и не обладает HD разрешением, как у 6-дюймовой версии, но все равно выглядит достойно. Углы обзора очень большие. Даже при сильном наклоне цвета передаются естественно, а шрифты разборчиво. В телефоне есть три режима дисплея. Динамический, стандартный и фильм. Каждый режим со своими настройками цвета и контрастности. Впрочем, по умолчанию стоит включенная галочка «Оптимизировать дисплей». А еще специальный детектор определяет ваше лицо и не затемняет дисплей, пока вы на него смотрите. Очень полезная функция, надо сказать. А то часто бывает, что телефон затемняет экран в важный момент, скажем, установки обновлений и ничего не видно. Здесь такого точно не будет. Внутри мегагалактики стоит двухъядерный процессор с частотой 1400 МГц. Это существенно меньше, чем четырехъядерный процессор в Note 2 и немного меньше, чем двухъядерный процессор с частотой 1700 МГц в Mega 6.3. Но при этом система отлично справляется с играми, приложениями и всем остальным. Все быстро, гармонично, плавно. Видимо, сказываются возможности оптимизации Android 4.2, а также целых полтора гига оперативной памяти. Да, в Note 2 было 2 гигабайта, но не стоит забывать, что там было перо, на работу с которым отводились существенные ресурсы. Что же касается внутренней памяти, то здесь ее немного, всего 8 гигабайт. Но как это вводится, она легко расширяется с помощью SD-карты, еще на 64 гига. Что же касается аккумулятора, то его емкость даже меньше, чем у Note 2. Конечно, это не так много, но в отличие от большинства планшетов, с которыми можно сравнивать эту мегу, он стабильно держится около суток при максимальной нагрузке. И это не может не радовать. Что же касается результатов теста, то Antutu Batchmark показывает довольно хорошие, хотя и не самые высокие результаты. Посмотрите сами. Теперь перейдем к камере. Она 8-мегапиксельная, со светодиодной вспышкой и типичным для Android устройств многочисленными настройками. Можно выставлять ISO, баланс белого. Вот в яблочных устройствах всего этого нет, а жаль. Фото хорошие, четкие, насыщенные. Снимать на такой телефон достаточно приятно. Единственный недостаток – боязнь уронить эту махину. Но этим он ничем не отличается от любого другого фотоаппарата. Камера снимает и видео, причем в Full HD, что тоже довольно приятно. Конечно, Титаник с его помощью не снять, но краткометражку для фестиваля независимого кино или домашний ролик для себя – пожалуйста. Еще в девайсе есть фронтальная камера на 1,9 мегапикселей. Что сказать, это тоже полезно, особенно для разговоров в скайпе. Посмотрите сами на то, какие фото и видео мы сделали с помощью Samsung Galaxy Mega. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь посмотрим на сетевые возможности этого телефона. Они, впрочем, довольно стандартны. Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS, GLONASS и NFC. Никаких новомодных LTE, которые то работают, то не работают в этом телефоне нет. Зато есть группплей, с помощью которого можно соединить несколько телефонов в одну аудиосистему. Например, этот и Samsung Galaxy S4. И, конечно же, поскольку это двухсимочник, то в нем есть возможность использовать сразу две карты. Например, одну для звонков, а другую для интернета. За переключение между симками отвечает дисплей задач. В нем вы можете включить активный режим, который позволит принимать звонки с одной карты, пока вы сидите в сети с другой. А также вы можете назначить одну из двухсимок для каждого вида связи. Очень расстраивает отсутствие быстрого переключения между сим-картами. Но, в конце концов, это не такой уж и существенный недостаток. Особенно для двухсимочника с такими размерами и характеристиками. И, кстати, еще раз напомним, что только в нашем магазине Video-Shopper.ru вы совершенно бесплатно получите защитную пленку, высокоскоростную карту памяти, защитный чехол, полноценную навигацию, а также множество игр и программ. Кроме того, только в нашем магазине Video-Shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию. Без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Вот и все, что можно сказать про этот телефон. Подводя итог, хочется сказать, что Samsung Galaxy Mega отличное устройство. В первую очередь для тех, кого не пугает размер. А во вторую для тех, кто использует две сим-карты и не хочет таскать в придачу к большому смартфону еще один. Конечно, ему очень не хватает стилуса, как в Note 2. Но, в конце концов, в айфоны все давно тычут просто пальцами. И ничего, привыкли. Так что, если вам нужен офисный планшет, с которого вы будете делать много звонков, то Samsung Galaxy Mega Duos – это ваш выбор. Ведь в него можно вставить и рабочую, и домашнюю симку. Ну или две с выгодными звонками и интернетом. В общем, отличное устройство для деловых людей. Убедитесь в этом сами. Удачи! И не забывайте подписаться на наш канал. Почему стоит покупать у видео-шопер.ру, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Продолжение следует...